Приветствую вас, дорогие друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить Бок Войны Рагнарёк. В предыдущей серии мы запустили сперматозоидов по небу, и теперь можем гордиться этим! Посмотрите, какая красота! Прелесть! Но этот мир пока что не стал таким радужным, как я думал. Хотя, именно в этой локации стало посветлее. Дистанция обзора значительно увеличилась, можно теперь тут всё изучать. Кстати, сверху что-то интересное. Что это там такое висит? Просто дерево с фонариком. Ну ладно. И непонятно, что это за штуки такие. Собачки бегут за нами. Вот, мини-стоунхедж. Пооткрывались всякие локации. Тут мы можем проломиться в стиле Кратоса. Кратосоломня! Вперёд! Тут сразу в ублюдок нападает! Как ты, брат? Осторожно, сзади! Ну, сразу огуляли. Не, переиграем. Что-то жёстко как-то нас встретили, эльфы. Мы тут их спасаем, понимаешь ли? Очищаем их мир от скверны и сперматозоидов выпускаем. Может, им это не понравилось? Ну, жаль же. Плохо нажал. Чего сила так? Прямо соус какой-то. Травее тебя! Рош! Чирот! Это она? Валькирия! Огромный шар! Получай свой шар! Эх ты, тварь! А, я топор не взял. Всё, прикольно. Зараза! Алка! Нафтер! Справа, осторожно! Добить, добить! Хорош! Скотина! Тут надо целиться самому! Какого-нибудь уконки в укуне! Мы бы и так попали по нему. Потому что там автоприцеливание. Видите, прикольно же самому целиться. Холера! Всё, добили. Хорош! Светлые эльфы всё строят с размахом. Для кого такие врата гигантские? Как будто они какую-то технику ввозили-вывозили. Красивые, кстати, ворота. Да, то есть враг куда бы ни двигался в таких играх, как Elden Rings, там, вуконг, ну и все соусы. Там же постоянно камера сосредоточена на враге. И ты можешь вообще об этом не беспокоиться. Враг уходит в сторону, ты всё равно в него бьёшь. Это упрощение такое. И как бы... Ну, как я говорил, делать игру двумерной. А то это именно трёхмерная игра. Хотя на консолях, я уверен, игра и так же с зацепом здесь и в эту игру. Порти всё. Какая интересная и загадочная локация. А, сейчас мы какое-нибудь говно достанем из этой дырки. А это? Знак почёта. Эльфы делали такие и вывешивали у входа в жилище. Так они выражали поддержку моему брату. Уже пять из шести. А если мы сдадим фрейеру это... Это поможет? Мало вероятно, скорее всего, просто продать. Так, надо приготовиться. Всё у нас есть. Ярость неполная и жизнью не вся. Попробуем. Ой, два... Ну вот... А, давайте воспользуемся. Почему бы не сейчас? Ну, они медленные. Тайминги, конечно, простейшие посты вуконга. Да я всё время мучаюсь сказать укуну или вуконг. Потому что вроде как все знают его названием вуконг. Написано вуконг. А зовут-то его Укун. Так, бестиарий обновлённый, надо читать. Вожак налётчиков. Фюльгия вожаков-налётчиков обладает силой могучего быка. Это заметно по его массивному телу. Почти каждая часть которого сама по себе способна служить оружием. Налётчики традиционно выбирают своих вожаков в ходе ритуальных поединков, длящихся несколько дней и ночей. К ним допускаются только самые сильные войны. И большинство из них, включая победителя, попросту не доживая до конца состязания. Думаю, когда их ряды начали рядеть, они всё-таки изменили правила. Может, это было уже? Ну, неплохо напомнить. А чё не было? А! Это она сковал его? Всё, добивание. Медные враги и суперлёгкие тайминги. Вот это вообще с укуном не сравнится. Там надо вот идеально уклоняться. Прямо ждёшь, дашь, уклоняешься. А тут красненькая, у тебя секунды две на это. Тут просто больше врагов, больше всяких действий, поэтому сложнее. Там игра на таймингах. Так же, как и Секера, кстати. И Элден Ринг даже в этом плане не такой, как мне показалось, жёсткий. Хотя там тоже. Ну, Дэн Ринг скорее жёсткий, потому что там вообще ошибаться нельзя. Там впритык всё по жизни. А вот именно по таймингам, по-моему, укуну очень суровая игра. Что-то мне сейчас перестало, эта пара нравится. Кратос, он довольно такой скучный. На её фоне кто-то яркий должен быть. Ну, Фрея чё-то разочаровывает. Но она много всё рассказывает, да, вначале тоже была. Им с головой надо больше разговаривать. В любом случае, Малец от Рейбл интереснее, чем она. Статуя светлого эльфа в пустыне? Странно. Да. Может, это святилище, о котором в Анахейме говорил Бюквер? Надо посмотреть, красивая статуя какая. Но это штука, будто какое-то производство, не? Интересно управляется. Нажимаешь в сторону, он всё равно вперёд едет. Не просто в сторону. Странно, очень странно. А, вот тут можно по центру. Я не вижу тут никакой войны. Гимнацид. Чела не разлагаются, интересно. Ребята там дрифтят. Последняя, шестая? Реликвия. А дело бы? Значит ли это, что можно попробовать ему отдать? Попробуем. Не забыть, не продать. Ну, я и так особо не продавал. Отслеживаем же всё. Блин, красиво. Библиотека эльфов? Хранилище знаний. Светлых эльфов не видно. Пока что. Может они ушли? И мы можем всё изучить в своё удовольствие? Странно, слишком много пространства, книжки. Ну, свитки лежат только по краям. Больше на столовую какую-нибудь похоже. Свиток легенд. Размышления о бренности. Сегодня вечером я задумался о запахе книг. Свежая бумага несёт в себе тонкую ноту растений, из которых она сделана. Лёгкую, цветочную и чуть сладковатую. Со временем страницы стареют. Становятся коричневыми и хрупкими, ломясь от любой силы, превосходящей нежное касание. Красиво написано. Их запах усиливается. Его была свежесть уступает вместо тяжёлой мускусной смеси из пыли, пустынного воздуха и мёртвых насекомых. И вот этой бумаге, почти такой же эфемерной, как мы сами, мы доверяем своё коллективное знание эльфийской истории. Глупо ли это? Признавая бренность всего сущего, будь то плоть или бумага, я не променяю удовольствие от начертания знаков на страницах, ни на какие сокровища Альфхейма. Консул. Слушайте, круто прямо написано. Я опечатлён. И тут заслуга переводчика, потому что... И на русском языке это классно прямо звучит. А, мне сказали, что можно выбирать изначально карту, а не снаряжение. А, кстати, у нас максимальная сложность стоит, вот. Я думал. Бук войны есть, но его можно выбрать только в следующей игре. Теперь мы карту выбираем по умолчанию. Всё. Хорош. Правила поведения в святилище, типа в библиотеке. Все посетители обязаны хранить молчание во всех помещениях библиотеки, включая вестибюль, коридор, главный зал, мезонин и верхний круг. Под страхом смертной казни запрещается вносить книги за пределы библиотеки в любых целях. Запрещается переписывать любые библиотечные материалы. Запрещается портить любые библиотечные материалы, путём загрязнения, сгибания, написания заметок на полях и так далее. В том числе по неосторожности. Запрещается приносить пищевые продукты, напитки и любые другие жидкости. Перед уходом из библиотеки посетители обязаны получить разрешение у дежурного библиотекаря. Нарушители настоящих правил подлежат немедленному наказанию, тяжесть которого определяется дежурным и библиотекарем. Сурово. Ещё один свиток. Или что это? Ну я просто серебро, ты смотри-ка. Больше интересных свитков нету. Ну и так достаточно. Что тут леет? Одних этих текстов не хватит, чтобы остановить их войну. Но запрет на их чтение лишь позволяет кому-то её продлечь. Следуем руководству для Одина? Да. Это на руку светлым эльфам. Карта сокровищ. Забытая башня. Забытая башня. Запомнили. Самоцветы Игдрасиля. Кусок разбитого амулета Игдрасиля. А, это чтобы увеличить количество каких-то артефактов там. Починить лавки теперь можно. Ммм. Книга про Марс? Дневник консула? О, как. Книга на замке. Тут есть надпись. Консул. Бюгвер упоминал изгнанника с таким именем. Скорее всего, ему будет любопытно прочитать это. А нам нет. Ну ладно. Как-то она стоит странно. Как, я не знаю, японские девочки-школьницы. За ручки взялась так. Дрожит небось еще. Все знания, накопленные предками. Их истории, поэзия. Судьи знания. Мы, хранители истины и судьи знания. Мы, защитники этой обители просвещения, чья история восходит к самым первым нашим рукописям, древним, как сами пески. Наш священный долг — оберегать эльфийскую премудрость, хранящуюся в этих стенах, и пресекать ее распространение среди профанов. Непосвященным нельзя доверить истину, как и нельзя рассчитывать на то, что они ее поймут. Их рассудок недостаточно крепок, чтобы принять и осознать, разделяющую природу некоторых откровений. Эти ограничения не жестокость и не попытка удержать власть. Это чистейшее милосердие. Не забывайте об этом. Бояре и Плепс, да? Ну, тут реально жаль, конечно, но от Фрейда постоянно такое слышим. А, это мы круг сделали. Все, отлично. Мы книжку здесь взяли. Можно уходить. Да, в плане геймплея игра великолепна. Действительно играется очень хорошо, бодро, интересно. Что это? Это схема Двалена, да? Ты о нем знаешь? Ага. На них нарисованы рукояти давно забытых мечей. А-а-а. Один из самых талантливых кузнецов среди гномов. Пока у него не проснулась совесть. Совесть мешает быть талантливым. Типа бессовестно талантливый, да, в этом смысле? Ну что ж, пойдем отсюда. Слата. О, кажется, смотрительница хочет нам что-то сказать. Слишком громко ходили по библиотеке. Да, сонблок. Просит вернуть этот дневник. Ну, конечно. Ух ты ж, зараза, обратно. У меня ярость есть. Как там камень кидать? Во. Получиха. Мразоты ты такая. Успел. А тут надо. Да, я знал, как надо. Хорош. Так, его еще. Пал. Видите, целиться надо. Успел? Ну, нажал же. И нету камышка, обидно. Ладно, еще раз. Офигительно. И как же, видите, круто, что целиться самому надо. Это же часть геймплея. Вот именно то, что я говорил, что автоприцель меня делает игру двухмерной. А тут она трехмерная. Блин, смотрите, это в библиотеке офигительно. Кто оставил крошки? Кто жрал чипсы, шумел? Тапочки не одели специальные, не положили книжку? Давай, вещи, дом. Оставим ярость. Ах ты, тварь. Даже я почувствую. Какая атака офигительная. Да тварь ты, паскудная. Да ярость все. Куда я? Холера. Ого, выдает, что? Поставил на позу, не в тайм. Блин, жесткая хранительница знаний, блин. Хорошо, хорошо, сейчас. Давайте попробуем прокачаться. Фрея прокачать можно, кстати. Я не знаю, какими стрелами лучше пользоваться против кого. Да это было понятно. Есть огненный, там морозный. Более-менее сразу понимаешь. А тут рунные стрелы, звуковые. Давайте прокачаем рунные или рунные. Это все имеется ввиду. Блин, на H покупать. Супер удобно. Фрея может вызвать лианы, которые оплетают врагов. Окей. Валькирия. Качаем все. Все нужное. Все хорошее. Удерживайте эр во время бега, чтобы быстро применить ледяное пробуждение. Тоже не совсем понятно, зачем. Это уже третий подобный удар. То есть мы бежим, нажимаем какую-то атаку. Есть быстрая атака и так. Есть сильная атака. Еще дополнительная ледяная атака. Ну чем он отличается? Типа урон льдом? Надо это? Не знаю. Давайте банально прокачаем суператаку Левиафана. Это неплохая. Касание хель. Пускай будет улучшенное. Ну тем более не так дорого стоит. И сильную ироническую атаку для клинков хаоса тоже улучшим. Тут подороже, кстати. Немейский разгром. Ну и теперь попробуем. Где же это ставил? А на первый удар делай ты все уже. Все. Если один, то второй пропускаешь уже. Ищи дом, брат. Ну а ярость. В последнем мгновенье смог. Осторожно, слева. Хороош. Ну я же отпрыгнул. Она все. Если она один раз бьет, то все. И следующие удары. То, что крата стоит. Ну я же кувыркнулся. Видимо тут надо именно щит ставить в какой-то момент. И тоже непонятно, в какой момент именно. В какой-то надо определить момент. Какая падла. О, хорош. Она уже не горит. Только что горелась вроде. Это же я почувствую. Ого. А это что было? Что-то не заметил. Начало атаки. Ну я же нажал. Ваша мать. Ну я нажал. Когда я могу успеть? Я находился на расстоянии. Какие-то лютые тайминги. Только что сказал, что тайминги простые. Игроковую не показывает. Нет, парень. Тут тайминги. Оооо. Ооо. 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 Я нашел. Ооо. Триндец. Где она там? Да твою мать! Убей ее уже! Триндец. Суперсложный босс. Оооочень сложный босс. Оооочень. Она думает, что спрятав все знания, она защитит свой народ. Наш союзник хочет на него взглянуть. Мы заберем эту книгу. Мы оставим ее? Фига себе. Поклонилась. Триндец. Слушайте, тайминги. Игра мне как бы показала, что ни хрена тут тайминги нелегкие. Разные есть враги. Тут тайминги тончайшие были. Когда она метала эти мечи свои. Я сначала думал, что вообще уклониться нельзя. Надо только блок ставить. Не, уклоняться как раз там надо. Так, все. Мы можем уходить отсюда. Фух. Много жизней убивала. Это было сильно. Я думала, ты ее убьешь. Я думал, она меня убьет. Когда Фэй умерла. И я убил очень важного эльфа. А его народ поплатился за нападение на нас. Я не повторю эту ошибку. Какой великодушный стал. Слишком много вот этого все. Великодушие. Хранительница знаний. Бдительный страж библиотеки Альфхейма. Бюгвер, наш ванахеймский союзник, сказал, что хранительница знаний происходит из древнего эльфийского рода хранителей мудрости. Потомственных библиотекарей. Но библиотеки существуют для распространения знаний. Скрывать их, утверждая, что они разрушат свет их эльфов изнутри, означает не доверять собственному народу. Да. Похожая история. С Horizon, Forbidden West. Там было более логично. Там потому что знания реально опасные. Из прошлого были. А тут банально все знания закрывают. А может реально тут опасные знания? Нам просто не раскрывают карты. Это может быть манипулирование мнением. Нам просто говорят, они скрывают все знания. Все. А что со знания? Может знания о создании какого-то массового оружия? О каких-нибудь там болезнях? Знания о геноцидах? Они и так в этом плане хороши? Да, не раскрывая всю информацию, можно очень хорошо манипулировать мнением. Там еще одна статуя. Где там собачки? Все-таки собачки их называю. Похож, кстати, на актера, который играл джедая в игре. Он еще играл в сериале. Бестыжий вроде называется сериал. Он там сумасшедшего играл. Рыжий такой. А не, 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 это... Фрейер. Он что-то не похож. А здесь мы были. Жаль, уровень не показывали этой. Библиотекарши. Так что, так вот. Аккуратнее себе библиотеки ведите. Ты тварь. Неужели? С пятого раза попал. Дарфрейра. Рука, кстати, сохранилась, смотрите. Обычно такие штуки в первую очередь обломаются. Чем это нужно, кроме как потешить самолюбие моего брата? Сложно сказать, надписи нет. Но, похоже, эльфы вместе это построили. И темный, и светлый. Получается, это был их первый случай сотрудничества за многие столетия. Пусть до мира еще далеко, но это послужит напоминанием о том, что мир возможен. Эта статуя смогла пережить отсутствие Фрейра. А перемирия нет. Памятники бесполезны для тех, кому плевать на их смысл. Перемирие заслуга не только его дипломатии. Его божественная натура, его личность. Вот что излечило эти земли и сделало мир возможным. Но стоило ему уйти, он должен был понять, что будет. Ну, у него была причина. Один баран уболтал его сестру выйти за психопата. Тут надо рикошетить. Сюда надо лампочки вкрутить. А, это надо выкрутить. Пока что давай положим. Воткнул. Ты сказал, памятники бесполезны. Зачем же его чинить? Он долго был скрыт. Может, теперь он станет напоминанием? Да, ничто так не напоминает народам об их истории, как искусно обработанный мрамор. Там вниз вроде можно еще спуститься. Так, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Ставьте лайки, ставьте комментарии, делитесь видео. И всего вам, наверное, с прекраснейшего. Ха-ха! Субтитры сделал DimaTorzok